Первый конкурс муниципальных театров пройдет в Подмосковье в 2019 году. Вполне вероятно, что его участниками станут и наши клинские народные театры «Миг» и «Летучая мышь». А пока художественные руководители изучают условия конкурса, актеры буквально не сходят со сцены. Оба театра готовят премьерные показы новых спектаклей. На репетицию театра «Миг» заглянула Анастасия Галкина. Настоящий английский детектив, полный тайны загадок. Погружение в атмосферу туманного альбиона начала 20 века готовит народный театр «Миг». Худрук и актеры решили, как говорится, замахнуться на пьесу знаменитого драматурга Джона Бойнтона Присли. Но если без шуток, это одна из самых масштабных работ театра. Сейчас, когда я в городе встречаю наших зрителей, они удивляются, что мы взяли такой сложный материал. Потому что на примере одной семьи, английской, показаны проблемы нашего всего земного шара. То есть на самом деле проблема единения народов, единения стран, ответственность за то, что происходит сейчас на земле, о том, как мы относимся друг к другу. В театре сейчас происходит смена актерского состава. На театральные подмостки выйдут сразу четыре новичка. Ихудрук делает ставку именно на них. В числе дебютантов Данила Сорокин. Несмотря на довольно юный возраст, заядлый театрал. А теперь у него есть возможность быть не в зале, а на сцене. Дорогие друзья, я тоже от всей души хочу поздравить. Правда, как брат, я должен признаться, у нее скверный характер. Но, в общем-то, она прекрасная девушка. За шейлу! Это моя первая серьезная роль. Мне посчастливилось перед этим сыграть в Диогене, но там буквально мимолет на один раз было. Здесь действительно мы готовились долго, мы искали. У нас каждую новую репетицию какие-то были находки. Допустим, какое-то движение, не буду раскрывать всех карт, но каждый раз были открытия. На этот раз режиссер готовит две актерские труппы. И играть будут в двух составах. На премьере одна из прем-театра Зои Левина. Исполнит партию характерные особы. Обычно ей достаются лирические героини. Но новый опыт, безусловно, интересен актрисе. Мне бросилось в глаза, что девушка улыбнулась в партнихе. Как бы говоря, ну и вид у нее. Вот тут я и взорвалась. Я натравила кучу грубости, а потом пошла к управляющим. На данный момент театр – это мой второй дом. И моя семья. Но если бы мне 10 лет назад сказали, что, Зоя, ты будешь играть в театре, я бы никогда в жизни не поверила этому человеку. Но так получилось, что я попала в театр «Миг» и влюбилась полностью в театр. Все актеры «Мига» – не профессионалы. Но на сцене они отрабатывают по полной программе. Именно поэтому у театра есть свои поклонники, и их ряды неизменно пополняются. Стать почитателями таланта «Миговцев» может любой желающий. Премьера спектакля «Визит инспектора» запланирована на 17 ноября. Зрителей приглашают в 16 часов. А в воскресенье в это же время ждут тех, кто не смог попасть на премьеру. Анастасия Галкина, Александр Сидей, Наталья Красавина. Новости дня.